Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Все. И когда им говоришь, что вы резали, резали. Вот и вот все. Слушаем дальше. Вот смотрите, что такое плодношение на кончиках веток. А теперь вспоминаем, что перед этими самыми... Это уже отрезает не кончики веток. Это уже приезжает. А перед этим, помните, три рисунка. Берем 200 просмотров. Кончики, кончики, кончики. И получается... А дерево-то были ни однолетние, ни двух, ни трех. Так вот, смотрите. Если бы я послушал этих самых горе-советчиков, то я бы весь урожай бы просто-напросто уничтожил. Согласны? О том, что груши... Большая часть... Когда у вас появятся груши, пожалуйста, обратите на это внимание. У них первое цветение на концах веток. Но это только у части. У другой части вот так. Сейчас начнем. Смотрите. Итак. Воронежская на концах веток. Да. Осенняя Яковлева на приросте предпоследняя. Вот видите. И у них появляется... Прирост предпоследнего года появляется в плодушке. Вот она плодушка. Она дала две. Два этих. Кстати, что-то вкуснейшее. А это вообще шедевр Осенняя Яковлева. Так вот. У нее еще есть раз листик, два листик, три, четыре, пять, шесть. Где-то пять, шесть. Она еще даст этих самых. Как это называется? Еще столько плодов. После этого все. И естественно, ни о каком уже колновидности речи не идет. Я просто рассказываю, как выглядят следующие. Вот здесь вот, вот это, это лада. Смотрите. Вот здесь, годом раньше, это плодовая ветка сразу. Я почему? Потому что ненависть к плодовым веткам, она превзошла все, все, все. Уже страшнее нет для дерева, чем плодовые ветки. А знаете, почему сказать? Потому что их назвали мелкими и ослабленными. И ненужными дереву. И речь идет второй год, третий год, четвертый год. А дальше вспоминаем эти инструкции. И так каждый год. Я, когда вот это читаю, понятно, рассчитано на таких же дураков, как сам автор. Это понятно. Вот. Но я вынужден еще раз привести. Он теперь для меня будет классический. Надеюсь, через сто лет слово спецназ еще будет в ходу. Нет, лучше бы его не знали. То есть, демократия, все, полиции нет, никто не ворует. Но пока спецназ существует, я бы взял посередине лета. Вот. Посередине лета бы этих авторов бы всех нашел по им публикациям. Отреса, арестовал за вредительскую деятельность. Ну, представим себе, что сталинские времена. Вот. И заставил их, нет, не расстреливать. Времена-то не сталинские. А посреди лета, когда висят вот эти грозди, вот они висят, отрезать, не зимой, когда еще тут просто скромные почки были. А вот тут отрезать, отрезать. Потому что они их ненавидят, но у них не хватает фантазии понять, что за зимой приходит весна. Они этого не знают. У них задача изувечья дерева, ну, они вот как проредили, солнце больше. Вот видите, что. А вот здесь вот годом раньше она отвалилась. Я вам потом покажу. Может быть, опять сегодня не успеем. Ничего, я вам покажу отдельно взятые игрушки. Вместе с, это самое, с, ну, в общем, с антуражем. Пойдем дальше. Вот это вот самое лучшее дерево, с которого пробовали плоды, из серии сварогов, да. Вот, пока молодое дерево. А это, из этого дерева я брал черенки. И это был первый вариант, потому что это соседский сад. Так. Это, запомните его просто. У меня тут, видите, так, что-то у меня тут сборщик небольшой. Ничего. Вот это вот, я вам еще знакомлю, опять же, с грушами другого типа, да. Почему? Вот, допустим, сорт другой, разницы приличной нет. Но здесь плодушка дает и всего. Вот тут один плод дала. И вот, судя по этой почке, еще один год, если она не замерзнет, цветы не замерзнут, еще год поплодоносит. Здесь тоже два дала этих плода. И еще один даст. Все. Вспоминайте, кто мозги пудрит с колновидными. То есть будет продолжение. На следующий год, это ветка продолжения. То есть она не последний год выросла, а предпоследний. И покрылась. Это у взрослых деревьев такое. Вот. И здесь надо, для тех, кто учит, что колновидные груши бывают, надо нарисовать большой-большой кукиш. Им, не нам. А фактически он нам предназначен. Груша Старк Римсон. Почему я поместил это самое? Дело в том, что она прекрасная плод, она прекрасно чувствовала. Она дала плод вкуснейший, а потом умерла. Умерла долго. Два года умирала. Это все-таки настолько южный плод. Надо было переносить его. А не было ни сил, ни времени. Вы представляете, как мы живем? Мы выживаем. Поэтому от нас отдача есть. От меня, Сергея Железова. Вот. И от других садоводов. Но у нас же нет поддержки. Вот. Я просто говорю, увижу эту фотографию. И сам себе говорю, ну вот. А у меня таких уже, если брать и яблони, и груши, и сливы, и абрикосы. Я потерял за все годы несколько десятков садов. Вот. Это не значит, что я как потерял. Вот. Я буду показывать ниже скелентные прививки. После скелентной прививки надо увидеться, что все порядка. Надо садить отдельно. А садить некуда. А сильнее здоровья нет. А эта прививка пожирает. Два, два, три. Умирает. Скелентная прививка. Дерево расправляется. Матышка как хочет. Поэтому на сады надолго не рассчитывайте. Ищите возможность перенести. Как эксперимент. Да. Попалась неудачная груша. Там плоды невкусные. А веток много. Каждую перепривайте, не жалейте. А что лучше, переносите. А я вот не перенес. Хорошая была груша. Где теперь я ее возьму? Так. Груша Таврическая. Неправильное название. Меня поправил Роман Исаев. Я рассказывал. Крупнейший специалист. Что это оказывается память Яковлева. Ну хорошо. Перенес его к себе в сад. От меня Чернобаев. Посмотрите красота какая. У него солнца больше. У меня смотрите как деревья растут. Специально показать. У него солнца больше. Расстояние вымеренное. Дачник, обыватель. Дальше этого не пошел. Я художник. Такого садовода потеряли. Вот его боят спецназ. И варианты. Или расстрел. Или будешь селекционером садоводческим. Или расстрел. Тогда бы он согласился. Мы такого садовода потеряли. Мы его не потеряли. Нет. Но развития нет. Так же как и у нас с Сергеем Железом. Развития нет. Как в том фильме-то. Знаменитым. Коротка кольчушка. Помните? Так вот. Это. Самый. Сварог. Пока он выглядит вот такой. Потом про него еще будут речи. Еще я не все расскажу. Соседу посадил сварог. Он стал более розовым. Какой-то более удачный. Вот. Подрос. Видите? Вот. Это называется ограда. Вот она из этого. Из как-то. Из рабицы. Да? Это я сейчас сфотографировал свои деревья через ограду. Соседи сменил с поколения. Калитку забили. Вот так бывает. Ну, дальше. Просто это рекламная фотография. Видите, как выглядит. Лада. Вот это дерево вы видите последний раз. Урожай последний раз собрать. Не смогли ли, бесполезно. Сильно большие урожаи. Несколько деревьев, а урожаи такие, что подходить страшно. Ну, столько же собрали девчонки на семена. Это было бы подобрать. Они золото падали. Ну, и потом пригласил друга лесорова. Он взял пилу. Вот видите? Желтая. Это вот пень и пень. Это вот одна из них. Взамен дошел Чоба. Я еще повторюсь. Раз уж произошла речь о грушах. Груши спирены. Посаженные. Раз, два, три, четыре. Там пятый абрикос. А вот он. Раз, два, три, четыре, пять. Сторонки шестой. Это абрикосы. Вот. Рисун так неплохо, средненько. Хотя, конечно, почва убита. Все-таки, знаете, после таких урожаев. Ну, замена произошла с семечковой культуры на косточковой. Ну, что будет расти, то будет. Ну, нет у нас другого места. Я бы это не трогал. Я бы дождался, когда с Академии наук зам по науке позвонит, или зам по производству, смотрите, кто там у них есть. И скажет, закупаем все семена. Ну, как видите, этого не произошло. Груши уничтожены. Вот эти две. Ладно. Это те самые. Ну, это мой сад. Ну, как еще это? Удивляться. Вот. А вам советую, где бы вы ни жили, перемены крема-то могут уничтожить пол сада. Но весь никогда. Поэтому не зациклитесь на одном. Хочу все лучшее, или хочу все самое скромное, как вот. Железногорские к такому выводу пришли. Нет, надо брать шире. Не надо бояться. Я не боялся. Вот. Это Урал. Там, значит, вот таким образом прививают груши. Прививают нормально, улучшенкой полировкой. Ну, дело в том, что это я сделал, чтобы показать. Попадутся такие. Они выращивают мертвецов. Вот. Есть у груши хорошее качество. Чтобы вот так вот совместить два разномастных деревца, так, древесину. Вот. Ее можно только переложить с одной стороны. Правильно? Остальное вот так срезается. Укладываются в ящики. И потом она, вот груши чем хорошая, а это и подчеркиваю. Она настолько легко привается, настолько хорошо привается, даже если вы слепой это делаете. Неизвестно, откуда привой, неизвестно, откуда подвой. Что этим пользуются и выращивают недоброкачественные саженцы. Видите? Вот. А у меня такой случай был. Мне как раз позвонил этот самый Борис. Ботнер и говорит, я сейчас в доме культуры. Тут привезли саженцы из этого, из Урала. Да, там фамилия была, фамилия известная, я не буду говорить. Вот. А потом я подъехал, а он мне не дождался. Уже был новый фотоаппарат, уже цифровой был. То есть, современный фотоаппарат, это сплошная мистика, вы знаете. Вот. И я сколько их снимал, в общей слои, вы видели эти фотографии, многие из них. Я же давно начал снимать. И много лет назад, и я никогда фотоаппарат ни разу не подвел. Вот. Когда он отдал мне обратно этот самый саженец, вот такого типа, изумеченный. Вот так сказать, инвалид детства, так назовем. Вот. Она смотрела, наверное, такими злобными глазами. А я еще делаю вид, что ничего не произошло. Говорю, можно я поснимаю? А там же саженец там стоит, несколько сотен, если не тысяч. И кругом красивые-красивые картинки. Ну, понимаете, яблоки те же размеры с детскую голову, если не больше. Ну, картинки. Вот. Она молчит. А я давай фотографирую. Те же жадные, да, информации. Я фотографирую, фотографирую, домой прихожу. Никогда, ни до, ни после такого не было. Я ставлю флешку, включаю черный экран. Все фотографии именно. До этого снимал, после этого снимал еще несколько лет. Эти фотоаппараты. Я как вспомню этот напитанный злобный взгляд. Вот. Это еще когда-нибудь будет отдельная тема. Мы же все говорим про, ну, а то про проживание, а то про душеспасательные беседы. Я провожу. Вот. Настолько человеческий взгляд может быть опасен, но у меня сильная биополия. Вот. Это отдельная тема. Засвучило? Скажите нет. Вот. Но моя версия ничем не кожа вашей. Что это случайно. Что это случайно. Только эти. И больше никогда. И сотен тысяч. Вот они. Видите, красавцы. Вот. Коллеги от рождения. Потом они будут. Это все на моих глазах. Было. Потом засыпается самым этим самым. Опилками. И тепло. Плюс 25. Это называется зимняя прививка. Плюс 25. Выдержать. Потом значит. Это. Ой. Технологии не буду расстать. А вдруг. Поманит вас. Если я вам взял в отчаянии говорил. Ну не успеваешь весной. Переходи на зимнюю прививку. Ну естественно. Чтобы у него такие были уроды. Пока не уговорил. А вот и Сергей. А вот и груши. Это однорядки. Бухлеток не бывает. Вот. Это Татьяна Железова. Здесь она не то что случайная. Мне просто уже выхода нет. Надо обязательно кого-то фотографировать. Чтобы не ворали фотографии. Вот. Это к вопросу. Может ее надо было выше поместить. Тема обрезок. Она смертельных обрезок. Целительных практически нет. Вот. Знаете. Даже когда сучок сухой отрезает. У меня такое впечатление. Что лучше бы. Я прихожу к этой мысли. И вообще не трогать. Если он вам не боится. Что он вид портит. Вот. Потому что эта обрезка не лечит дерево. Когда сухие отрезаются. Хуже может быть. И вот Татьяна Александровна. Она демонстрирует. Речь нашла о другом. О вегетативной гибридизации. О переделке плодов. С помощью привилек. Полной переделки. И мы это проходили. Я показывал с этой веткой Дускабилова. Я показывал с этой веткой нашего волшебника. Филиппе Володе. Вот. И тут как раз и нашел еще одну фотографию. Но здесь я по другому поводу. Вот скажите мне. Те. Это. Садисты. Чем вам эта ветка мешает? Вот я опять говорю. Спецназ нужен. Вот сейчас. Или просто. Вот. Где-то бы кто-то. Вот. И я не могу остановиться. Никогда не остановлюсь. Первая же статья моя. Где нельзя резать. Первая же. Я про нее рассказывал. Наверное. Не меньше трех раз. И вдруг звонок. Крик. Вы покусились на великие имена. Эти великие имена. А я не называл их по именам. Имеется ввиду. Что раз уж. Россия. А до нее это было. Украина, Белоруссия, Казахстан. Да и вся Россия. Подчинена этим самым. Этой дебильной обрезке. И. А ведь это же начиналось. Действительно с великих имен. Ну не могу я говорить. Они в гробу. Фамилии их называют. И вот так. Забить человеку голову. Что он на меня орал. Потому что. А я всего лишь попросил людей не обрезать. Ну вот сейчас бы этих. Сказать. Не зимою. Конечно зимой она. Выглядит. Спящей. Без листьев. Конечно же. Как-то легко можно отрезать. Вот сейчас. Вот сейчас. Представляете. Она же к ней в скале подносила. Разный год в фотографии. Вот сейчас. Возьмите. Кто. И кто-то из меня. Хоть кто-то же слышит. Из тех кто это. Ведь на каждом сайте есть тема обрезки. А там опять. Каждый вечер. Каждый год. Штамп делаете. Чуть или не метровый. Ну как вот это взять и отрезать летом. Вот это маят моет расход козы. Ну а здесь вот пожалуйста. Еще раз. Груши страшнее всего загущение. Вот человеку делать было нечего. Он взял. Посмотрите. Видите. Это девятиэтажка. Вон она. Девятиэтажка. Это значит что это частный сектор. И. Чья. Нет. Не вспомню. Меня часто зовут. Воручайте. Вот человек говорит. Что мне делать с этими побегами? А я говорю. А нахрена ты эту ветку отрезал? Ну там же было написано что это. И пошло поехать. И человек мне цитирует целую статью. И что я ему говорю? И теперь я ему что скажу? Эти уберет. Они все равно вылезут. Пока дерево не сдохнет. Они будут лезть. Лезть и лезть. Ну. Он же не просто отрезал. Он вот это все изувечил. Вот оно. Дерево еще пытается спастись. Посмотрите. Вот побег выше выбросило. Но в основном то снизу. Оно восстанавливается как может. И никто не знает. Что вот эти листики с них будет вода капать. С таким расчетом. Чтобы защитить. И сейчас никто. Ни один человек на планете. И наверное. И если вы не разнесете эту весть. Как-то помаленечку. Ведь доктор же наук. Перекрыл мне кислород то в эту. Ведь передо мной. Зам. Газету называю. Вот. Ваши шесть соток. Заместитель главный редактор по науке. Фамилию не буду. Хоть он уже там не работает. Неудобно. Извинился передо мной. Ну как же тут же. Доктор наук написал. Что железо. Это самое. Ну. Не прямом смысле. Ну. Врон болтун. И кто теперь когда узнает. Что вот эта обрезка. Ведь видишь же. Не видят ни хрена. Что. Самое главное. Вот. Они появляются. Хотя их называют. Зирующими. Как угодно. Они появляются. Особенно у груш. У груши. Напоминаю. Очень слабый на этот. Штамп. Он чуть мокрый. Он начинает портиться. Моментально выбегают. Вместо одной ветки. Тут же. Не то что замена вырастет. А другая. Третья. Сразу посмотрите сколько их. Защитить штамп. Потому что с листика на листике. А у них особое устройство. Никто об этом не подумал. Это даже. Заметьте. Вы знаете. Я уж извините. Опять испортил. Если бы вы говорили про груши. Четко. Я бы может не успел. Да и близко не успею. Посмотрите сюда. Посмотрите внимательно. Вот. Что происходит. И вы знаете. Что такое подсолнечник. Почему он это. Подсолнечник. Это самое. Корень солнца. Почему подсолнечник. Вы видели. Как он поворачивает голову. Да потому что это и есть солнечная батарея. Но только натуральная. А почему груши. Да мы говорим. Лист это солнечная батарея. И я железу говорю. Лист это солнечная батарея. Но. Его хватит. И столько. Сколько. Положено. Листья все. Они сжимаются. Они распрямляются. Они приподнимаются. Они опускаются. Они. То влагу пьют. Прямо через листья. Помните. Устица. То. Устица закрывает. Берегут влагу. Но главное. А у них если бы это была чисто солнечная батарея. Тут никто не спорит. Хлорофилл. Это самое. И прочие. Радости. Ой. Она бы поворачивался. Каждый лист бы к солнцу. Я бы не составила труда. Она нет. Они. У них устройство для отвода воды. На периферию. Там кончики корней. На периферии. А в середине очень слабый штамп. И говорю. И говорю. 20 лет говорю. О. Серьезно. Знаешь? Это шедевр. Ну. Во-первых. Почему цветет? Ну. Наверное. Там. Сенеца. А. Это те самые. Которые из этого. Подвой. Из заброшенного леса. Они были малюхонькие. С карандаш. Еще год нарастили. Двухлетка. Правильно? И привили мы на нее. Вот. Ты привил на нее. Этот самый. Черенок. А черенок. Помните? Я показывал. Обычно второй-третий год. Потом уже оттуда уходят эти цветы. А это же черенок-то берется. Прямо с последнего года. Так же? Вот. А вы помните? Что многие сорта. Я повторяюсь. Сразу дают эти цветы на кончиках. Ну. Попался такой. Ну. Вот. Допустим. Покупатель. Конечно. Это не устоял. Нет. Посмотрите. Взрослое дерево. Нет. Я вам сразу скажу, что будет потом. Сергей подтвердит. Потом он посадит. С комом земли. Так. Все нормально. Посадит. О. Пятнышко. Вот оно. Пятнышко. Ой. Серега. Ну ты молодец. Не это. Не опозорил нас. Вот оно. Пятнышко. Дело в том, что у груш очень плохая корневая система. Помните. Я повторяюсь. На Руси. Цитирую классику. На Руси груши. Не любили истори, потому что с корнями их ветер выворачивал. Действительно, это не пыстный вот этот корень, который у яблони. Вот. У них корни стержневые. Там бывает целый метр ни одного этого. В глубину идут и целый метр я сам таки выкапывал. Нет этого самого. Ни одного бокового. Как ее назвать? Ни одного бокового корешка. Чем держать-то будет? Так вот. А вдруг еще горшок, когда он аккуратненько пусть снимет, то есть уберет, разрежет. Так. А ком все равно рассыпался. Ничего страшного. Скажу, что будет потом. Вот ту второстепенную ветку большую на две трети отрежет. И все. Почему? Без земли, значит, уже надо, чтобы это труднее ему расти. Раз. Вот. Ну, может быть, для красоты центральную бы оставил. А если, допустим, все в порядке, что еще можно сделать? Вы знаете, вот, бывает как. Хочешь, я тебя угадаю. Наверняка тебя умоляли не резать. Ну, наверняка. Ну, мы сами отрежем. А потом, когда он будет садить, он так и посадит. Ну, ком земли, значит, еще не смертельный. Ничего. Но я бы на месте покупателя, мой совет. Взял бы ее и выгибал, выгибал, пока не получилось. Горизонтальная вторая ветка. Это страховка. А то получится, как Железногорский. Там половина, там, у него померзла. Вот. Так вот. Поняли, да, к чему я клоню все это? Пятнышко есть, посадит как положено. И не заглубит. А это очень важно. Даже врачи. Яблони, бывает, заглубляет, а она лишний корень не дает. Груша просто умирает. Понятно? Вот смотрите, сколько она говорила, глядя только на один горшок. А! Вот она, плодовая ветка. Видите? Вот она. И вот это приказано уничтожить. Ну, это понятно. Если бы Сергей бы он остался. Ну, просто рост бы, рост без горшка. Ну, по стоянке. Да и черт бы с ним. Она бы, скорее всего, опали бы листья. Эти бы опали. Дай пускай. Но до настоящего плодоношения, ребята, еще 2-3 года. Чтоб наесться. А то, ой, на следующий год будет 100 этих на них. А это только на рисунках такое бывает. Нарисуют. Вот, как тот самый. Что нам стоит дом построить. Нарисуем, будем жить. Вот они и рисуют для вас. А здесь все по-честному. Дальше. Справа Ирга. Это для того, чтобы мне напомнить, что груши имеют родственников. Мне бы даже в страшном бреду бы не пришел в голову, что боярышник это родственник груши. Мне бы не пришел в голову, что черноплодная рябина, вспоминайте. С теми мелкими ягодками, родственник груши. Ирга, вот она. Но это еще ладно, ей там лет под 40. А маленькая, дорогая, это кусты. И груши ее обгонят раз в 5. Тоже родственник. И еще не все так называл. Это самое. Красноплодная рябина, это родственник. И когда я читал мне много раз, что плевайте на это, на это, на это. Про грушу как по дворе. Забывали почему? Потому что этим ограничился их интеллект. По принципу, что-то слышал. А про русский груши, который боготворил Мичурин, они, конечно, и знать не знали. А вот сколько про него хорошего писал. А мы не знали. Мне еще раз повторяю. Успех Черноваева, моего друга, художника, который только по страхам расстрела можно сделать садоводам. Жаль. Так вот. Но это как анекдот. Вот когда-то мои вот эти рассказы, они войдут какие-то эти. Помните, там, Наготомник, Курдюра этого, Курдюра Мичурина там в Шеститомнике делали. А вот такие рассказы, они даже нужнее, чем сухие цифры, чем справочники. У меня лежат несколько книг. Груша и фамилия автора, чем некоторых я знаю. Там ссылок-то 100-150, а книжка толщиной полтора моих пальцев. То есть тоненькие фактически. Открывай, там, по всей таблице, а я говорю, хоть один человек. Эти ссылки. Ну, ссылки, ладно. Это по-честному, по крайней мере.